Четвертая майка вяжется на основе традиционной выкройки для вточного рукава. Можно воспользоваться любой готовой выкройкой, которая вам нравится. Можно взять в конструкторе. Идем в конструктор, выбираем пулловер, круглую пройму, давайте V-образную горловину, мыс. Безрукавка, выбираете свои пользовательские размеры и нажимая ОК получаете готовую выкройку. У меня отработанная выкройка. Мне все здесь нравится, но все равно ее нужно немножко подкорректировать. Длинная, широкая, неудобная. Корректируем на середине, то есть мы берем половину выкройки и поднимаем ее вверх. Половину убираю, она мне не нужна. И сейчас будем так удобно, просто так удобно. Длина майки. У меня это 54-55 см. Смотрим сколько осталось. 34 см. Поднимаем ее наверх. Определились с линией низа. Теперь плечом. Плечико мне такое для майки. Велико. То есть 16 см это много. Берем поменьше. И горловину пошире. Потому что все-таки это майка. Давайте эту точку убираем. За ненадобностью. И корректируем горловинку. Дальше есть у нас. Закругляем пройму. Пройму можно даже немножко внутрь убрать. Потому что это все-таки майка. И поскольку рукава у нас нет, мы совершенно независимы от посадки. Отлично. Майка имеет расширение по боку и закругление по линии низа. Поэтому просто поднимаю точку крайнюю и делаю закругление. Все. Вот. Самые два простых способа. На глазок. Мне нужно немножко расклешение. В общем-то спинка готова. Я могу ее завершить. И это спинка основная. На основе спинки выполняем перед. Перед отличается от спины тем, что он имеет V-образный вырез. Для того, чтобы удобнее было рисовать, опять же, половину убираем. Рисуем одну сторону. Убираю лишние точки. Лучше сидит V-образная горловина, если немножко делать прямую линию вниз. И дальше определяемся с тем, какой глубины нам желательно иметь горловину. Сами определяете, насколько большой декольте хотите. Все. Я очень глубоко и не буду делать. Тем более, что рюшки, рюшки не позволяют нам делать огромные горловины. Они будут просто отвисать и не будут держать форму. Поэтому не так сильно увеличиваем вырез. Готово. Это перед. Еще один нюанс. Спинку можно сделать чуть-чуть подлиннее. За счет того, что мы увеличиваем вот это вот расстояние. Точки по бокам трогать не могу. Это место сшивания с передом. А центр вполне можно оттянуть вниз. И получается вот такая выкройка. То есть основа для вязания готова. Итак, есть спинка. Есть перед. Перед. Короче, спинка. Имеет V-образный вырез. Спинка длиннее. И обычно традиционные круглые вырезы сзади. Что мы делаем? Идем провязываем две детали. Обязательно проверяем выкройку в разделе рисования. Подставляете ту пробу, на которой будете вязать. У меня это вискоза на бобинках. Петельная проба применить. И смотрим, что мы проходим в ширину машины. Что выкройка корректна. Раздел вязания. Обратите внимание. В выкройках не указана планка либо резинка. От чего зависит? От того, какая у вас машинка. Есть резинка, вяжем резинку. Нет резинки, вяжем подгиб. Я буду провязывать полным ластиком. Поскольку у меня двухфонтурная вязальная машина. Если у вас одна игольница, вяжите подгиб. Можете вообще никак не оформлять край, если у вас пряжа позволяет работу без отделки. Майка легкая. Она не требует никаких дополнительных утолщений. Резинка пойдет чуть-чуть ниже. Размер резинки тоже на ваше усмотрение. В разделе вязания провязываете резинку либо планку по максимальным петлям. Максимальная у нас идет 196 игл. Вот эти 196 игл набираете, провязываете планку-резинку, в зависимости от того, что будете вязать. И после этого частичным вязанием, постепенно вводя иглы в работу, видите, вся частичка у вас тут прописана. В каждом ряду мы увеличиваем закругление, выходим на максимальные точки и дальше делаете убавки по указаниям программы. Все максимально доступно, понятно. То есть 51 ряд, никаких действий. В 57 ряду минус одна петля справа, в 58 минус одна игла слева. И так далее. Доходите до завершения операции, до завершения вязания. Переходите на перед. То же самое. Подгиб либо резинка. Проверяете в разделе рисования, вязание и подгиб резинка. И дальше частичным вязанием вводите в работу все недостающие иглы. И потихонечку вывязываете всю деталь. Провязали две детали. По указаниям программы это просто. И поскольку материал дает сильную деформацию и усадку после стирки, это вискоза, я не стираю и не отпариваю, чтобы не загладить полотно. И к тому же после сшивания, после обработки и соединения всех деталей, они будут усаживаться равномерно, вместе с пряжей, с той нитью, которая будет их сшивать. Если сначала детали выстирать, потом сшивать, нить будет подлежать деформации в дальнейшем и может перекосить полотно. Поэтому все соединяю, потом все вместе стираю. Каждая деталька подстроится под соседнюю. Провязали и соединяем плечики. Плечи можно сшивать любым удобным для вас способом. И раз, готово. Теперь обработка горловины и пройм. Провяжите оборку. Можно на одной игольнице, можно на двух. Если есть две игольницы, на двух полным ластиком. Двойное полотно. Как определить количество петель для оборки? Берем наше полотно и от середины растягиваем максимально. Вот насколько вот так от центра до центра, только не по швам, а от переда до спинки. Растянули и посмотрели, какое количество оборки я смогу пришить. И провязывайте в два раза больше. Это отделка для половины горловины. И сейчас берем таборку, снимаем на брусовую нить и уменьшаем в два раза, надевая по две петли на одну иглу. Готово. И теперь надеваем петли в пинки переда от середины до середины лицевой стороной к себе. Готово. Осталось только рабочей нитью закрыть петли, соединив уборку и основное полотно. Закрывать можно обычной косичкой, можно двойной косичкой, можно любым другим удобным способом. Обычное соединение и двойной косичкой. На таком же количестве петель такие же детали оформляем вторую часть горловины и проймы. Продолжение следует...